С самого начала революции в Украине российские средства массовой информации, контролируемой Кремлем, начали информационную войну против украинского народа. А после аннексии Крыма и российского вторжения на Донбасс, кремлевская пропагандистская машина обрушилась на Украину с невиданной даже в советские времена силой. В этих условиях у группы украинских журналистов родилась идея ресурса, которую бы разоблачал ложь в СМИ о событиях в Украине. Таким ресурсом стал сайт stopfake.org и канал в YouTube StopFakeNews. Лицом этого проекта стала Марго Гантар. Вот что она сама рассказывает о том, зачем был создан их ресурс. Идея появилась в начале марта 2-го числа, мы считаем датой основания проекта, когда по всем новостям было о том, что Россия объявила Украине войну и, соответственно, начался вообще совсем такой переход, когда все поняли, что это уже больше не шутка, как бы вся эта иллюбия становится реальностью и нужно что-то делать с информационным пространством вообще, которое засорено, к тому времени уже давно было, не совсем новостями, а скорее какой-то эффективной реальностью и прочим. Мы с коллегами собрались из Могилянской школы журналистики, чтобы подумать, что мы можем сделать с нашими способностями и прочим. И было принято решение в течение меньше суток создать именно сайт, такое одно место, где собираются все опровержения новостей, которые касаются, не совсем новостей, которые касаются Украины. Самым ярким фрагментом антиукраинской кампании в российских СМИ стал сюжет Первого канала, распятым украинскими военными маленьком мальчике в Славенске. Тогда в программе «Время» главного российского канала некая Галина Пышняк рассказала страшную историю. По ее словам, украинские войска после освобождения города собрали на центральной площади всех жителей Славенска и публично казнили жену и маленького сына ополченца. То, что это было ложью, доказали журналисты российских же СМИ, не участвующих в информационной войне с Украиной, новой газеты и телеканала «Дождь». Они побывали в Славенске и опросили местных жителей, которые опровергли слова Галины Пышняк. Вот он ее рассказ. Центргород – это площадь Оленина, у нас горы с полкомы. С одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрались женщины, потому что мужиков больше нет. Женщины, девушек, стариков вот этих и все. И это называется показательная касса. Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса. На доску объявления прибили. Один прибывал, двое держали. Также постоянно кремлевские СМИ сообщают о применении украинскими войсками запрещенных видов оружия. Так, телеканал Министерства обороны России «Звезда» заявил об обстреле села Семеновка под Славенском фосфорными бомбами. И в качестве доказательства привел видео, которое было взято из сюжета CNN 2004 года о войне в Ураке. Причем стоп-фейк разоблачает ложь не только российских СМИ, но и в прессе других стран. И даже фейки, распространяемые украинскими масс-медиа. Вот последний выпуск. Разоблачение лжи Live News об оскорблении ветеранов в Запорожье с ценкой, изображающей изнасилование Украины к советскими военнослужащими в 1943-м. Или фейк, который появился на одном из украинских сайтов о нападении Китая на Россию и широко разошелся в социальных сетях. Наша аудитория, мы предполагаем, та аудитория, которая может быть подвержена влиянию российских СМИ. Соответственно, это русскоговорящая аудитория как Украины, так и, например, России. Но наша аудитория, так как мы выходим онлайн, она в любом случае должна быть достаточно образована для того, чтобы знать, что есть это все, и можно это где-то смотреть. Соответственно, наша аудитория, это, скорее всего, достаточно образованная, чтобы представлять, что есть какие-то точки зрения, но, возможно, ее вводят в заблуждение российские СМИ. И мы существуем просто для того, чтобы люди помнили, что не все, что в СМИ говорят, является правдой. Редактор субтитров А.Семкин